эту информацию, потому что стрим у нас, конечно, удался, но вначале много было обрывов. Сейчас беседуем с Сергеем из Сибири по той же самой теме, которая вначале была озвучена, но просто очень много обрывов, и люди жаловались, и, видимо, не все услышали, а это самое важное. Сергей нам будет сейчас показывать карту 1913 года, план, и рассказывать то, что он нашел на этом плане. Твое слово, Сергей. Здравствуйте, уважаемые зрители, просмотрщики канала Евгения. Благодарю Евгения за предоставленную возможность рассказать про свои изыскания. Немножко не получилось у нас с началом стрима, из-за этого возникли вопросы, о чем вообще речь. Вот захотелось нам с Евгением показать вам то, что я обнаружил. Мы это все просмотрели, нас это много еще заинтересовало. Вот эта карта Санкт-Петербурга 1913 года, план-панорама Санкт-Петербурга. Она довольно большая, ну, она охватывает центр города. И при ближайшем рассмотрении заинтересовали некоторые объекты на этой карте. Если посмотреть более приблизительно, объекты выглядят вот таким образом. Это объекты с проводами, с вышкой, проводной вышкой, которые, ну, здесь вот, например, две таких металлических, круглых, как похоже, нарисованы на картинке, круглых объекта. И здесь, например, три, вот здесь рядышком тоже находятся. Эти места все реальные в Санкт-Петербурге, привязаны к карте Яндекса. Я для того, чтобы понять, что это за объекты, разместил их на панораме Санкт-Петербурга на Яндексе и очертил приблизительный радиус. Получилось, что, как пробовал разместить, получилось, что радиус где-то одной этой установки два километра. Почему так понимание произошло? Потому что, вот видите, вот здесь пересечение, вот здесь пересечение. То есть, многие вещи перекрывают другие зоны. Это, ну, относится и радиосвязи, и других связей, и сотовые связи, например, сейчас современные. Что это за вышки? Это совершенно непонятно. Но то, что весь Петроград был в 1913 году ими перекрыт, возможно, радиосигнал, либо телеграфный сигнал, либо еще какой-то сигнал, эфирный сигнал. Мы не знаем, что за технология использовалась в 1913 году, но можно только предполагать. 1913 год – это развитие радиосвязи, это очень серьезное развитие. И можно найти в источниках исторических, что российский флот в начале века, в том же 1913 году, уже строил радиоточки, радиосвязь, и чуть ли и на кораблях была радиосвязь. Единственная, практически, информация идет от военно-морских сил Российской империи. Что еще заинтересовало в этой тематике? Вот я повторюсь, что меня очень сильно заинтересовал вид этой антенны, так называемой, я их буду называть антенна. Вид этой антенны очень заинтересовал. И я увидел определенные параллели на знаменитой панораме 1861 года. Какие параллели я увидел? Вот открою панораму специально, это панорама, снимок 1861 года. И вот посмотрим на Невский проспект сейчас и видим башню. На этой башне видим антенну того же типа, как и на панораме 1913 года. Почему это удивительно? Дело в том, что если предположить, что радиосвязь в 2013 году развивалась довольно успешно, и действительно вот эти вышки были возле пожарных, то эта башня на этой карте отмечена как колоколье. Вот эта сама башня, я приближу даже, можно будет увидеть, что она отмечена здесь как колоколье, похоже на колоколье. Это точная привязка, то есть можно посмотреть вот в этом месте на Яндекс.Карте. И я посмотрел на Яндекс.Карте, вот она эта башня. Ее хорошо видно, что она такая же, это именно та башня. Видно, откуда сделалась съемка это место. То есть видна сама башня. На панораме видно башню и там такие же излучатели. Делаем парадоксальный вывод, что в 1861 году вполне вероятно существовало перекрытие по радиосвязи по всему Санкт-Петербургу. Например, вот еще одна башня с несенным излучателем, либо приемопередающим устройством. Посмотрев чуть-чуть правее, видна еще одна башня. Возможно, что это передатчик или еще какое-то другое устройство. Это, повторюсь, 1861 год. Если посмотреть еще немножко дальше, здесь немножко притянуто за уши, но я видел такой тип антенн в те годы, в 1840-х годах. Это вот между Исаакиевским собором, между башенкой. Там дальше проглядывается такая антенна. Также существует интересный объект на том берегу. Этот объект находится вот здесь, возле церкви. Непонятная высотка, либо башня. Высокая башня с двумя антеннами. Что это за объекты, совершенно непонятно, так как этих объектов сейчас уже нет. Вот этой башни не существует, вот этой башни приема, возможно, что принимающей антенны. Существует вот эта башня. Ну, никто путем не может дать ее историю с 1861 года. Но и это еще не все. Дело в том, что, рассматривая альбом английской набережной 1840 года, Жакоте, литографист, француз, рисовал виды Санкт-Петербурга. И видно здесь, какие моменты. Видна башня, станция Московской железной дороги. Башня с каким-то передающим, может быть, принимающим, может быть, передающим устройством. То есть, это антенна. И что меня заинтересовало, вот такой вид антенны, меня заинтересовало еще на план Панораме, что здесь еще существует определенный вид значков. Значки, они вот такие. То есть, возможно, что я читал в одном из источников, что это телеграфно-почтовая станция. Но, насколько это правда, это вызывает вопросы, потому что натыкано этих значков везде, по всей карте. Вообще, карта очень интересная. Рекомендую людям найти ее, посмотреть. Потому что здесь еще что интересно, здесь электрические транваи ходят, конка ходит. Вот эти значки вот здесь тоже. То есть, значков, в принципе, много. Как и станции вот этих радиопередающих, подзнащечек и так далее. То есть, здесь есть конка, здесь есть электрические транваи, и здесь есть еще и паровой транвайчик. Четыре вагончика, это едут в пригород. В пригород, в сторону бывшего аэродрома Крылья. Понятно, что сейчас здесь все застроено. Здесь все показано, где и что находится. И вот эти значки интересные. Что они обозначают? Похоже, перекрестие, как молния, телеграф. В английской набережной также меня заинтересовало, почему из часовеньки идет такой мощный свет. Что за 1840 году были за лампы, которые днем, обратите внимание, днем, дают такой свет. Конечно, можно сказать, что художник навыдумывал тут фантазер. Но фантазер, он на уровне, наверное, круче, чем Жюль Верн. Потому что вот такие башни с такими передающими устройствами он нарисовал не на одной картине, а на нескольких. А вот, например, еще одна часовня, позднее время, где горят мощно фонари. Мощность фонарей, посмотрите сами, какая. Ну, конечно, художник, он может и нарисовать, что угодно. Ну, я думаю, что похоже. Смотрите, как свет отработал. Посмотрите, какой свет мощный идет из часовенки. Каким источником света нужно? Это явно не та лампочка, которая висит в центре. Это идет источник снизу, если так посмотреть. Какие-то, что за прожекторы там стоят, непонятно. Что еще интересного? Количество фонарей на этой литографии. Почти 50 фонарей. С одной стороны там 27-30, под 30. И с другой стороны тоже. Ну, я так понимаю, что они зеркально стоят и все освещают. И ни одного бедняги, работника, кто меняет масло или бегает там между этими фонарями, подкручивает газовые горелки. Вот здесь интересная тематика тоже. Это большая морская. Существуют и сейчас вот такие орнаменты на большой морской. И вот здесь башня. Тоже с передающим устройством. Вполне вероятно, приема передающим. Может быть, это телеграф. Но я повторюсь, это 1840 год. Я немножко перебью тебя. Здесь смотри, я заметил, как раз я тоже сейчас это буду добавлять в видео. Видишь, здесь пирамида с таким набалдажником наверху. Что она делает на набережной? Хороший вопрос. Вот это. Да, да. Хороший вопрос. Этой пирамиды сейчас нет. Здесь я увидел две усеченных пирамидки, маленьких. Но вот этой пирамиды я не увидел. Я просматривал этот мост. То есть, да, вообще интересные вопросы возникают действительно. Не только по пирамидам, но еще и по зданиям. Вот обрати внимание, вот это здание. Это в будущем, может быть, я расскажу. У меня сейчас фактуру собирают по этому зданию. Видишь, какой огромный орел здесь сидит. И необычные окна. Потом я покажу, возможно, если будет возможность, покажу дворец Юсупова. И рядышком такое здание, в котором сейчас учат судебных приставов. Там здание было совершенно другое, было с такой же колоннадой. Таких зданий осталось не так много. И вот эти, вот эти, вот видишь, какое здание, оно интересное само по себе. Этих зданий уже нет. Вот эти колонны срублены. То есть, их нет. Убрали вот эту колоннаду, это явно. И это было сделано после 1860-х годов как раз. Вот эти колонны были уничтожены. То есть, вот, например, у дворца Юсуповых, а дворец остался, как и был в первозданном виде. А вот это такое же точно здание было срублено. Вот эта часть обрублена. Вставлены нормальные окна. Видишь, здесь что-то с окнами как-то здесь тоже непонятно. И крыша была сделана прямой. А здание возле дворца Юсупова точно такое же. И таких зданий я насчитал вот на этой литографии, 1840-х годов литография, три штуки. Также полицейский мост, там тоже такое же здание. Тоже этого здания нет. Непонятные здания. Что это за имперские здания, какие функционал у этих зданий, совершенно непонятно. Сидят два рва, что-то какая-то мощная надпись сверху, мощные колонны. Это все снесено. То есть, стерта история вот именно этих зданий. И таких зданий я на этих литографиях обнаружил три штуки в Санкт-Петербурге. Одинаковая архитектура. Если смотреть дальше, вот где католическая церковь и Михайловская улица получается. Тут еще вопрос с католическими этими церквями. Насколько они были католическими или не католическими. Какими они были. Тут еще под вопросом на самом деле. Тоже изучаю вопрос. Посмотрим, как это все. И вот интересный момент. Как бы последняя литография. Тоже видно, сколько фонарей на набережной. Грунное количество фонарей. И видно вот выучий кораблик с домиком. И вот сброс воды происходит, как у обычного корабля. У машинного отделения. И здесь руль только. Единственное, что у них есть здесь, это руль. Как он плавает по-другому. Непонятно. Ни весел, ни парового движителя. Ничего у него нет. Предположение такое, что вполне вероятно нам и втирают очень серьезно про судостроительство и про винт. Когда он был использован первым и так далее. То есть, это очень хороший, интересный момент. Кораблик, который движется. И у него явно стоит насос, который выкачивает воду. Непонятный способ в жизни. Да, смотри. А рядом влево, видишь, идет уже на пару. Там уже паровой. Вот интересная тема. Про на пару там тоже есть маленькие кораблики. Очень скоростной блистер. Который... Вот это... Я тип такого корабля не видел, что они были в Петербурге. Вот с кораблестроением тоже какой-то там... Какая-то история. Потому что там вот на этих литографиях много корабликов. Как бы там вот очень скоростной глиссер идет. Очень скоростной. Сидит толпа народу. Одна труба. Он прет просто с огромной скоростью. Но таких кораблей, я как понимаю, по истории не существовало. Пытался найти. Вот что я, собственно, и хотел рассказать. Вот что не вошло частично в наш стрим. Давай тут добавим, наверное, про фонари. Так называемые газовые. Мы с тобой эту мысль озвучивали. Я не знаю, все ли ее слышали. Если бы эти фонари были газовые, значит, должна быть газовая магистраль. Значит, должны быть поломки и, возможно, какие-то даже несчастные случаи. Например, взрывы газа, выходы газа. Однако, ни единой истории об этом мы не слышим. Ни единой фотографии магистрали или починки, например, там что-то случилось. Нигде даже нету ничего. Ну, во-первых, для того, чтобы я так понимаю, немножко зная, как проводят газы и газ... Это должны быть емкости, газгольтеры. То есть, это должна быть емкость с нашими температурными перепадами. Видим зиму. Непонятно. Ну, непонятно. Может быть, действительно, вот как история рассказывает, это масляные фонари. Возникают огромные сомнения. Просто большие сомнения. Масло, оно имеет свойство замерзать и очень тяжело. Потом этот фитиль нужно прочистить, если это какой-то особый фитиль, да? Или просто трубочка какая-то, подающая масло. Опять же, если это зима, значит, там все замерзнет и уже никакого горения не будет. С фитилями я знаю, как работать. И это тоже очень затруднительный момент. Там вообще все замерзнет, да? Вот опять же, вопрос. Хорошо, чем они зажигали? Как они все это чистили? Если бы это все закоптилось, то есть, надо чистить стекла. Надо копоть, вычищать из этих фонарей. Кто этим занимается, да? Если вот хотя бы один Невский проспект представить. Сколько этих фонарей? Сколько нужно людей, чтобы они все это обслуживали? Вопросы? Понимаешь, вот эти сказки, которые нам пишут и рассказывают, они выглядят, если к ним не задумываться, они выглядят по-идиотски. Что проводили соревнования фонарщиков, которые бегали и зажигали эти фонари в определенное время. Ну, просто идиотски, понимаешь? На уровень, на такой выводят нас, чтобы мы поверили в такие вещи, которые на первые, даже на приблизительные просмотрения более-менее нормальные. Кажется идиотски. Мне вот особенно нравится, конечно, вот этот вот рисунок, где идет мощный свет и такой часовенький. И вот этот рисунок, где тоже днем из часовеньки идет мощнейший свет. Ведь художник нарисовал вот именно так. Вот посмотрите, как у него тень. Посмотрите, как у него тень. Какая у него здесь тень. Не тень, а свет. Как свет проникает из часовни. Как люди стоят там, молятся. И это все на фоне башенки. Сейчас существует он в Санкт-Петербурге. Вот и надо. Интересная тема, потому что если взять и предположить, что в 1840 году был охват телеграфной либо радиосвязи, либо еще какой связи, либо непонятной технологии на сегодняшний день, то вообще возникает вопрос полностью про историю радиосвязи. Потому что в 1940 году охвата не могло быть никакого. В 1961 тоже не могло быть.